Более 50% объектов дорожного сервиса в Подмосковье не соответствуют законодательству. Нарушения касаются как оформления документации, так и основных принципов работы, отметил на брифинге министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Пассаженников. Значительное число торговых объектов возле автотрасс не зарегистрированы в надзорных органах и не отвечают действующим санитарным и противопожарным требованиям. При проверках, которые были проведены в 2018 году, установлены такие нарушения, как несанкционированная прокладка въездных путей на автомойке и автосервисы, которые представляют собой откровенную угрозу для безопасности дорожного движения. Эти въезды-выезды, я вам честно рассказываю, мы приезжали и говорили одному объекту, вы, пожалуйста, узаконьте свой въезд и выезд. Просто вы создаете вот таким вот прямоугольным под 90 градусов въездом, создаете достаточно большие проблемы для движения. Министр отметил, что за текущий год во всех муниципалитетах около тысячи объектов дорожного сервиса будут проверены. В дальнейшем эта работа будет продолжена, ее цель – к 2021 году довести порядок в этой сфере коммерческой деятельности. Поставлена задача довести количество придорожных объектов, действующих легитимно, до 80%. Одновременно с этим министр призвал предпринимателей, которые размещают свои предприятия вдоль магистральных проездов, чтобы они сами осознали необходимость ввести свою работу в узаконенное русло. Мы не стремимся, еще раз говорю, к тому, чтобы прийти там и всех накрячить. Мы стремимся к тому, чтобы они сами себе сказали, ребята, мы исполняем. Вот это государство больше нас не трогает. В брифинге также приняла участие первый заместитель главы администрации Щелковского муниципального района Наталья Тамбова. Продолжение следует...